В принципе, тоже разницы никакой нет. Такая относительная бородатость, относительная волосатость. Здравствуй, друг! Мы зачем-то всё ещё продолжаем отслеживать отрастание вот этих вот чудесных кудрей и бородов. Ну, бороду-то видно, а кудри у нас тщательно спрятаны под головные уборы, скажем вот так. Новый месяц, 1 сентября у нас сегодня, лето прошло, как его и не бывало, я за это лето ни разу не искупался. Не знаю, как у тебя, но в любом случае, добро пожаловать в мою коробку! Сегодня у меня на обзоре линейка жидкостей от ребят из компании Russian E-Liquids Laboratory, или же сокращённо RLL. Ребята из компании RLL уже давно с нами, мы их всех давным-давно знаем, мы уже пережили, скажем так, ребрендинг, когда у них был вот этот вот одуванчик там нарисован, Russian E-Liquids Laboratory и вот эти вот все дела. Теперь одуванчик остался, но теперь всё такое типа схематичное, скажем так, вот этот вот кружок, это и есть тот самый одуванчик. Ребята из RLL сделали линейку, наконец-то, в современных реалиях, которую могут попробовать все. То есть её могут попробовать и люди, которые парят солевые жидкости, и люди, которые парят щелочные жидкости, и люди, которые парят вообще жидкости без никотина. То есть типа просто парят для того, чтобы просто был какой-то вкус, типа как жвачку жуёшь, или что-то в этом роде, потому что пацаны выпустили, сказать, перезапустили, обновили линейку жидкостей, которая RLL Orange, и теперь это новый RLL 0 мг. То есть типа это классические нулёвки 28 мл, специально заточенные для использования вот таких вот всяких разных бустеров, если они тебе вообще нахрен нужны. Разберёмся поподробнее, то есть у нас зачем-то теперь жидкости поставятся в коробочках, я не знаю, правда, мне кажется, что коробки это уже перед жидок прошлого, и нужно от всех вот этих дополнительных упаковок избавляться. У нас здесь на жопке присутствует вот такой вот QR-код, если мы его просканируем этим вот самым приложением Честный Знак, то там должно всё отобразиться, потому что жидкости эти у нас акцизные, честнознаковые, вот эти вот все дела, как это там правильно всё называется, короче, это Честные Жидкости. В моём случае вот этот вот QR-код, он работать не будет, потому что жидкости списаны специально под меня. То есть если я даже сейчас вот возьму телефон, где он, телефон, Честный Знак, открою вот это чудесное приложение Честного Знака, ага, наведите на код, сейчас хер чё сфокусируется, потому что тут почему-то очень плохо в этом приложении работает фокус. Во, наконец-то отсканировал, спасибо большое. Безникотиновая жидкость для IDSN, REL Orange. REL Orange, типа все дела, бла-бла-бла, но у меня здесь красная плашка, потому что эти жидкости, они не до конца зарегистрированы, потому что они списаны под меня, то есть под обзор. Они сделаны типа не на продажу, а под обзор отправлены, поэтому я здесь ничего не могу натыкать. Меня ребята об этом предупредили, что типа не пугайся, всё нормально, всё в порядке, всё работает. Просто вот специально под обзор под тебя мы сделали. Также, теперь у нас на, если ты сможешь всё это дело разглядеть, на самой вот здесь вот крышечке есть у нас гравировочка REL. Это опять же всякие вот эти вот защиты там от всяких подленьких людей, которые пытаются подделать популярные жидкости. У нас бутылочка классическая 30 мл, но внутри 28 мл жидкости. Специально оставлено 2 мл для того, чтобы ты мог заливать туда вот какие-то вот такие подобные бустеры, какие-то вот типа вот такие. То есть у меня здесь их два варианта, ещё старые-старые остались. Понятное дело, что я их не использую. На одном написано S-Boost, то есть это бустер с солевой вариант. И есть N-Boost, вот у меня это по крайней мере так называется, который обычный щелочной. Они у нас используются под форматы либо 120 мл, либо 30 мл. И в зависимости от того, какая тебе нужна крепость, столько ты туда и наливаешь. То есть здесь у нас, к примеру, написано, где я это читал. Но каких-то написано, а каких-то не написано. У нас вот написано то, что если я заливаю в 120-ку, получаю 3 мг. Если заливаю в 30-ку, получаю 12. То есть, допустим, если мне нужна шестёрка, я выливаю половину этого бустера. Всё очень как бы ясно, просто и понятно. Как бы вот так. Прелесть нулёвок, естественно, в том, что ты можешь под себя подобрать любой вариант негатина, который тебе необходим. Либо солевой, либо щелочной. Как ты хочешь, так ты и паришь. Либо же ты просто паришь нулёвки, как это я буду делать сейчас в обзоре. Зачем мне лишний раз, типа, парить никотиновые жидкости, когда я могу просто попробовать вкусы. И я попробую, естественно, нулёвки. Ребята на обзор прислали мне, получается, 11 вкусов. Возможно, это вся их линейка. Вот это вот новые 11 вкусов, которые переработаны. В обзор я взял 6 вкусов, которые мне показалось интересным было бы попробовать. И потом 5 вкусов в конце обзора, как и всегда, я покажу тебе. Не будем тут долго рассусоливать, про всё это дело разговаривать. Как-то я тебе всё это, надеюсь, более-менее понятно и ясно объяснил. То, что Релл теперь есть нулёвки. И, наконец-то, те, кто не могли её в силу каких-то причин попробовать, теперь попробовать эти жидкости могут. И я сейчас всё это дело попробую. И мы начинаем. Первый вкусец. Пончик с клубничной глазурью. Ребята, здесь написали всё по-русски. То есть, типа, с ароматом пончика с клубничной глазурью. То есть, написано как бы, страубри донат и так далее. Но сзади всё у нас расшифровано. Написано за это большое спасибо. Пробую я всё это делаю на каймане. У меня стоит МТЛ-ный фьюз на 0,7 Ом и 18 Вт в мощности. Пробуем. Ребята из Релл не оставляют кулеровые все вот эти движения. Это, типа, прохладный пончик. Даже, я бы сказал, наверное, в какой-то степени холодный пончик с клубничной глазурью. Я обожаю такие десерты. Ну, то есть, типа, прохладные десерты. Очень люблю. Все вот эти вот клубничные чизкейки с кулером. Там пончик с шоколадом, с кулером. Какие-то вот такие вот всякие интересные штуковины. Вот это вот примерно в ту же самую стезю. В этом вкусе офигенное пончиковое тесто. Очень мягкий, рыхлый такой вот. И сверху всё это залито просто вот. Вот так вот. Клубничной какой-то такой вареньевой жижей. То есть, у нас есть пончиковое тесто. Клубничная вареньевая вот эта вот жижа такая вот. И прохлада. То есть, это какой-то холодный пончик из холодильника. Я не знаю. Очень вкусный, насыщенный вкусец. Замечательный. Мне на самом деле в этом вкусе нахрен. Вот для тестов, я вот помню, как раньше я нулевки пробовал. Было замечательно. То есть, я просто могу парить сколько хочу. 200 тысяч затяжек могу сделать за один обзор. И просто сидеть и кайфовать. Потому что это очень вкусно. Ну, типа, просто вкусная жидкость. Насыщенный, сладкий, приятный, прохладный вкусец. Получился довольно-таки объёмным. То есть, опять же, и выпечка какая-то присутствует. Какая-то такая кремово-сливочная, тестовая какая-то вот такая штука. Довольно много. Вот опять же, повторюсь, что это пончик не только клубничной поливкой, но и с клубничной начинкой. То есть, типа, здесь как бы двойная клубника. Очень яркий, мягкий. Очень-очень такой, типа, сиропно-сахарно-вареньевый. В очередной раз повторюсь. Вот почему говорю вареньевый, что она такая сладко-сладкая клубника. Вареньевый вкус клубники очень хорошо. Насыщенно, объёмно, плотно. Очень круто. Я вообще, на самом деле, от этого обзора как бы не надеялся на то, что там, типа, где-то что-то ребята из Рэл там неправильно сделают. Они уже точно не первый год на рынке. Уже давным-давно они, типа, работают с огромным количеством всяких разных, разнообразных в то же время ароматизаторов. Там, типа, и какая-нибудь там Европа, и Китай, и всё на свете. Там, что они только не пробуют. Все между собой смешивают. Это, ребят, очень крутой миксолог, ты прекрасно это знаешь. Яркие, насыщенные, плотные вкусы. Очень-очень хорошо. Повторюсь ещё раз, мне в этом вкусе даже ни катос нахрен не нужен. Я понимаю прекрасно, что с добавлением бустера всё равно как-то там вкус изменится в лучшую или худшую сторону и так далее. Ну, типа, вкус отличный. Вот в данный момент меня устраивает всё полностью. Я ничего здесь не хочу менять. Я не хочу сделать там меньше клубники или больше пончика, или там прохлады больше-меньше. Здесь вот по моим лично вкусовым рецепторам построено всё идеально. Я чувствую просто пончиковое тесто, довольно хороший плотный слой вот этой вот клубнично-вареньевой, какой-то вот такой лёгкая такая вот прохлада. Там единичка, вот что-то вот рядом, что-то близко. То есть она не через чур холодная, ледяная, как это было раньше у ребят из REL, что они были такие прям по морде тебе бьющие, что типа очень холодно, очень сладко, очень плотно. То есть они такие прям... Ну, это жидкость сделанная для людей, у которых от рецепторов уже нихрена не осталось, и они вообще ничего не чувствуют, видимо, так. Я уже много раз про это говорил в обзорах REL, говорил, что у них самая моя любимая линейка была, это была REL Green, которая была зелёная. Там было меньше ароматизаторов, они были не такие насыщенные, поэтому они нравились мне больше. Потому что когда тебе каждую затяжку просто по рецепторам лупит вот так жёстко, ну, типа, видимо, я постарел, а это, а брюск, а дрях. И мне нравится что-то вот такое спокойное. Не знаю, отличное просто вот по балансу, ни лучше, ни хуже, вообще-то никак её не сделаешь. То есть типа она очень хорошо, ни лучше, ни хуже, ни больше, ни меньше, да. То есть типа здесь всё очень хорошо сделано. Ребята большие молодцы, очень прям приятный, насыщенный. И самое главное, десертка на МТЛ нам чего-то, что это не пережаренная какая-то булка получилась и так далее. Очень хорошо. Пробуем следующий. Леденец с чёрной смородиной. Тут написано соком чёрной смородины, но извините, я это сокращу. Просто леденец с чёрной смородиной или, по сути дела, это должна быть чёрная смородина, а какая-то такая конфетно-леденцовая. Попробуем. Смородинку люблю, конечно, бесконечно. У ребят эта смородина, она такая типа, ну вот опять же, типа вернёмся к вот этой клубнике. Прохладная. То есть здесь нет такого кулера, который прямо вот так вот мне душит, хватает. То есть нет, ничего такого здесь нет в этом. Она сиропно-сахарная, сладкая, такая вареньевая чёрная смородина. Отличный, объёмный, такой вот, как я люблю, ненатурализированный, просто вот типа вкус чёрной смородины, который вот опять же в леденцах, в конфетах, в жвачках, в каких-то там напитках, хотя за последнее время что-то я довольно мало встречал. Один раз вот я что-то покупал в каком-то только китайском, только корейском магазине с чёрной смородиной был какой-то не лимонад, а вот этот. Ну просто какой-то напиток негазированный. Господи, а какая херотень просто несусветная. Ну то есть просто вот ты его нюхаешь, вот прям как из дрипки вот нюхаешь. Прям ароматизаторы классно, так вот всё там такое, ненастоящее. Пьёшь, ну просто же херотень. Он сухой, он какой-то такой, я не знаю, как этот вкус описать. То есть он как бы на запах вкусно, а на вкус это просто вода с ароматизаторами и вкуса нет чёрной смородины, грубо говоря. То есть запах есть, а вкуса нет. Напиток с ароматом чёрной смородины, вот так как-то это всё называется. Опять же, сухой. Ну то есть типа вообще сладости нет никакой в нём. Ну и типа может быть так надо у них, что там они не сладкие и их пьют. Но я бы туда пару ложек сахара-то всё-таки нахерачил. Вот опять же по данному вкусу нет переоромленности. Ну вот это вот как зелёная линейка. Вот я говорю, то ли как-то ребята по балансу подправили, то ли как. Ну то есть типа здесь нет вот этого вот удара просто ароматизаторов жёсткого. То есть это очень плавный, очень мягкий и очень такой точный и ёмкий вот вкус. Это вот знаешь как, не то что как бы сказать современные одноразки. Когда вот были одноразки китайские самые первые, они вот были как вот жёлтые, как оранжевые рел первые. То есть такие прям ядрёные, жёсткие, прям такие типа прям очень плотно вкусом долбили. А потом видимо там появился какой-то человек, который отвечает за балансировку этих вкусов. И они стали не такими ядовитыми, не такими жёсткими, не такими сильно перенасыщенными вкусами. И они вот стали вот просто одноразки с таким типа аккуратным вкусом. Вот такое типа мне нравится, такое я уважаю. Здесь вот с этими вкусами та же самая история. Вкус очень точный, очень яркий, всё вменяемо. Нет перебора вкуса, нет переохлаждённости вкуса. То есть всех вот этих вот моментов и здесь нет, они сейчас отсутствуют. И этого мне, для меня вот этого более чем достаточно. Это насыщенный, яркий, сиропно-сахарный вкус чёрной смородины. Вареньевый в какой-то степени. Можно сказать, что это типа леденец опять же, какой-то сладкий со вкусом чёрной смородины. Более чем достаточно и точно лучше, чем тот чёрно-смородиновый напиток, который мы покупали. Ну я просто падки на эти названия. О, с чёрной смородиной надо попробовать, а вот чёрно-смородиной, ага, попробовал. Больше не буду. Вкус отличный. Никаких претензий по сладости, по кулеру, по прохладным вот этим всем делам. Всё более чем устраивает. Очень яркая, точная, сладкая чёрная смородина. Очень хорошо. Объёмно такой приятно-прохладно-сладковатый вкусец. Немножко кислинки бы можно сюда вальнуть, чтобы она была такая кисло-сладкая, но это я уже придираюсь. Пробуем следующий. Лесные травы и ягоды. Какой-то вот такой вкусец я странный выбрал. Вообще я думал, что там типа лесные, я прочитал лесные и ягоды, и всё, типа, и дальше ничего не прочитал. А там ещё, оказывается, травы было написано. Пробуем. Ну, во-первых, в какой вселенной у нас хвойные деревья стали травой? Вот это вот мне кто-нибудь ответ даст. Анис. Я не дурак вроде бы, я чувствую анис. То есть, типа, здесь что-то такое. Анис-ягоды, вот эти вот мои знакомые все вот эти сочетания лесные. Хвойно-анисово-ягодный такой вот вкусец. Очень необычный, очень сердцу приятный. Вообще я очень люблю подобные вкусы. Это вот что-то на грани с больничным, назовём это таким образом. То есть, это вот как будто бы микстура корня солодки, какая-то вот такая вот она. Она в то же время немножко хвойная, ягодная. Но анис очень сильно на себя, конечно, тащит всё это. Его тут немного, но он типа всё равно, когда он появляется, вот так же, как там личий этот дурацкий. То есть, он на себя прям одеяло очень хорошо утягивает. Вот так же вот с анисом. Это что-то такое егермейстеровое, какая-то бугульма такая вот вот такая, что-то такое. Какой-то ягодный вот такой вот, знаешь, как это хвойный ягодный сироп. Я бы вот так назвал этот вкус. То есть, какой-то такой сироп от кашля, он ягодный, сладенький, знаешь, вот типа детский. Вот есть типа горький для взрослых, а для детей там добавляют всякие подсластители, ароматизаторы, чтобы как бы они принимали лекарства, но в то же время, типа, они не корчились там и не мучились. И не приходилось их там вшестером заламывать, чтобы им микстурку дать попить. Да, вот что-то рядом, что-то близко с Доктор Мом, возможно. Вот что-то вот где-то так. То есть, вот Доктор Мом ягодный, такой немножко хвойный. Вот хвоя вообще, пацаны, за хвою вам респектую, как она здесь у вас получилась, потому что она не как освежитель. То есть, она вот в запахе, вот она витает, вот она такая, как вот, я не знаю, как что. Ну вот как будто вот под елкой насрали. Нет, ну типа вот, вот этот вот запах хвойный, вот елку домой занесли, и она же ведь не пахнет как освежитель. Освежитель пахнет как освежитель. А вот она, вот она пахнет, типа, вот лесом, она пахнет хвойными деревьями. Вот эти вот елки все, вот типа взять вот так вот веточку, между рук растереть, и вот так. Не вот так вот в упор, а вот как-то вот так вот, чтобы вот ароматом вот на тебя вот этим вот хвойным вот как-то повеяло. Вот она такая. И в то же время она вот, знаешь, как вот варенье с этими еловыми шишками, что-то вот такое, где-то вот рядом, где-то близко. Ты пойди не пробовал ни разу еще, да, варенье с шишками? Ну просто типа маленькие шишки, такие шишки-зародыши так называемые, они еще не успели стать твердыми, и из них вот варят варенье. То есть вываривают там все дела, особо одаренные туда красители зеленые зачем-то добавляют, чтобы было типа зеленое варенье. Это очень прикольная, необычная штука, такая туристическая. Ну то есть вот чувакам там где-то из Европы, там я не знаю, из Америки, да, и вот попробовать такую жидкость, они просто охереют. Насколько вот типа это интересно. Понятное дело, что у них будут какие-то свои в голове словосочетания по поводу подобных вот вкусов, что на что им это похоже, что напоминает или ничего напоминает и так далее. Для меня это какой-то вот типа сироп от кашля, хвойный в то же время и ягодный. Какие тут ягоды, я вообще хрен его знаю, какая-нибудь там типа, я не знаю, черника, ежевика, малин, клубника, вот типа что-нибудь типа вот того. Вкус охеренный, подвижную его ближе, очень хорошо. Сладко, насыщенно и очень мягко. То есть он прям типа мягко-мягко-мягкий такой вот вкусец. Мне нравится. Пробуем следующий. Яблоко, манго и апельсин. Вот такой вот вкусец. Давайте попробуем, что, ребята, ну я взял чисто из-за апельсина. Там написано было апельсин, я такой, о, отлично, попробуем цитрусиков. Цитрусиков попробуем, пробуем. Такая тропическая зарисовка. Я не могу разобраться с зеленым яблоком или с красным яблоком. Ну типа на что больше, мне кажется, что похоже. Еще вкус подлюка, он многозаходной получается. То есть ты сначала паришь что-то такое рыхлое, тропическое, манговое. Потом в конце что-то немножко какое-то такое, типа фанты, там еще что-то вылезает. Такое апельсино-цитрусовое. И потом херак появляется противное зеленое яблоко. Потом, опа, оно исчезает, растворяет, становится рыхлым красным яблоком. Он какой-то вот такой, знаешь, на перемотке вот такой, с бухты барахты. Ты знаешь, когда что-то там плохо взболтал там что-то, и у тебя вкусы там не до конца перемешались. И ты там один, ну коктейль какой-то. И у тебя сначала там типа водка залетела, а потом какой-то лимонад там залетел. Потом какой-то там этот, как оно, сироп какой-то залетел. То есть не все вместе, когда перемешано. Это такое типа по очереди. И там гренадин или как это дрянь называется такая красная. Не, ну конечно не ровно предыдущему вкусу. Скажем так. Он крутой, вкусный, сладкий и все это. Но теперь хочется изюминки. Теперь мне хочется придираться. Теперь я хочу вот все вот такое хитренькое, чтобы необычное, чтобы все такое было. Да нет, понятное дело, что я балуюсь. Вкус классный. Ну то есть объем отличный. Прохлада вот эта вот идеальная, которую они выбрали. Ну вот как я говорю, типа вот единичка. Его не сильно много, его не мало. Чтобы он такой совсем нативный, еле чувствующийся был. То есть типа я его чувствую нормально, нет никакого перебора. Легкая прохлада, очень круто сюда манго залетает. То есть она делает все таким пюрообразным, вязким, очень-очень хорошо. Апельсин в конце очень приятно, типа делает такое, как сказать, ну типа вот желешки апельсиновые, что-то вот такое. Опять же здесь все такое ненатуральное, то есть конфетно-леденцовое, какое-то вот такое желейно-жвачное. Как-то вот так, то есть все вкусы ненастоящие такие, такие подслащенно, забущенно какие-то вот такие усилителями там вкуса вот этими вот всеми делами там, не знаю чем. Соль, сахар, специи, майонез, копченец, скипидар. С яблоком более-менее я разобрался. Все-таки мне кажется, это какое-то вот красное яблоко. Мне показалось, что оно там типа становится зеленым яблоком. Нет кожурки, понимаешь, не за что зацепиться даже, чтобы как-то этот вкус распознать. То есть вот есть какой-то, он, знаешь, он даже полугрушевый какой-то этот вкус. То есть как будто идет какая-то груша, манго, вот эта груша-конференция, которая рыхлая такая. И апельсинчик в конце. Апельсин в конце очень приятно, манго в центре очень много. И вот что-то вот то ли грушевое, то ли яблочное какое-то вот, типа вот есть у нас эти желтые яблоки. И вот это вот полузеленое какое-то полукрасное яблоко. Вроде бы что-то есть такое от противного яблочка. Какая-то такая практически Тут нет никакой кислинки, вообще даже рядом, даже близко Вот как будто такой намек есть Какой-то легкий на кислинку, но тут же сразу же Все это замазывается вот этим вот Рыхлым, сладким, перообразным, прохладным Манго, вот такой типа Желейный штуковинный какой-то Почему-то мне кажется, что этот вкус похож на какое-то желе Вот не знаю, вот эти, знаешь, желе, которое открываешь Там ложечкой их вот так вот выедать Прохладное такое вот желе из холодильника Какое-то перообразное желе Вот у меня в голове вот какие-то вот такие Ассоциации на этот вкус возникают Вкусно-вкусно. Объемно-прикольно. С яблоком немного я подклопнулся, но я не могу даже, говорю, зацепиться, что здесь нет кожурки, ничего такого. То есть, типа, вот не могу за яблочный вкус я нормально ухватиться. Поэтому он для меня смазанный и получился какой-то такой грушево-яблочный. Как-то вот так я его могу назвать. Пробуем следующий. Арабские пряности и сухофрукты. Тут уже анис-баньян там нарисован на коробке. Наверное, что-то будет такое анисовое. Арабские пряности. Я этот вкус помню, честно. То есть, такие вкусы, понимаешь, они... Описание их. То есть, сам вкус по вкусу я не помню. А описание вкуса, вот эти вот арабские пряности и травы, какие-то вот такие вот это вот я все, сухофрукты там и так далее. Это я все помню. То есть, такое не забывается. Потому что далеко не в каждой линейке есть вкус, в котором есть описание, типа, арабские травы и пряности там какие-то такие. Попробуем. Это какая-то молочно-сливочно. Какая-то абрикосовая хренота. Я не знаю, как описать этот вкус, но очень вкусно и необычно. Это как вот, типа, вот этот тот самый индийский чай у Куплинова. Ммм, хуя-та. Это вот те штуки, которые тебе непривычны. Привычное здесь для меня что? Это сливки. Сливки довольно привычный вкус. А вот что идет после них, вот эти вот все заковырки какие-то, он какой-то персиково-абрикосовый. Возможно, какой-то вот такой вот. Сторону, наверное, даже больше абрикосовости. Я могу, это кураги нахрен, чего-то вот такого. Он какой-то, я не знаю, аниса, кстати, я не чувствую здесь вообще. Хотя он нарисован вот прям на этой. Типа, есть анис. Я думал, типа, ну, ни хрена себе, сейчас будет анис. Нет, аниса как-то я не чувствую. Если сравнивать с вот этими вот лесными ягодами и так далее, там вот как бы он есть. Он такой, типа, хвойно-анисовый, какой-то ягодный, такой очень крутой, плотный вкус. Я вообще прям прибарился. Мне прям очень нравится. Это необычность во вкусе. Это такая, знаешь, типа полувыпечка. То есть тут какая-то и корица, и какие-то сливки, и какие-то фрукты, и еще какая-то вот чепуха. То есть вот он какой-то такой вот привычно-необычный вкусец. Я, ну, чувствую привычные ароматы мне. Какие-то сливочно-коричные, абрикосово-персиковые какие-то такие. Ну, сам вот микс по себе. Еще и он плюсом прохладный, плюсом ко всему. То есть здесь вот прям очень хорошо. Мне очень нравится. Это необычный и очень прикольный вкусец. То есть такое не спросишь. Понимаешь? Вот типа приходят, говорят, можно там что-нибудь такое фруктовое? Можно там типа какие-нибудь там ягодки? Можно что-нибудь такое мятное, прохладное? Там вот просят там в вейп-шопе люди приходят, которые не знают, что им попробовать. Ты не придешь и не скажешь, а можно мне, пожалуйста, какие-нибудь вот пряные что-нибудь такое? Какие-нибудь пряности можно мне попробовать? Вот какие-нибудь там типа... Вот я не знаю, пряности какие, но здесь из пряности, вот, по сути дела, ярко выраженная корица. То есть, типа, корицу я могу ухватить за хвост. Что здесь еще, какие пряности напиханы внутрь, я абсолютно без понятия. Ну, корица считается пряностью? Считается, поэтому напишем пряности. Вот так вот, может быть, этот вкус создавался, как-то вот так. Это что-то такое сливочно-коричное, прохладное, персиковое, абрикосовое, какое-то вот такое. Опять же, у меня нет никакого описания вкуса, я вот опираюсь только на свои рецепторы. Может, я вообще какую-то херню сейчас ахинею собираю, что там, я не знаю, виноград, ё-моё, внутри. И там, я не знаю, виноград, сливки, допустим, ну и что там еще может быть такое, там, и вишня. Вот такое вот описание настоящего вкуса. А я тут напридумывал каких-то там корицу, персики, там что-то кого-то. Не, очень необычно. И очень нравится этим вкус. То есть, типа, он такой, типа, сливочно-мягко-прохладный, немножко коричный. Очень так, как это вот слово выразить, концентрированно, фруктовый какой-то вот такой вкус. То есть, прям фрукты-фрукты. И они, знаешь, как будто бы вареные. То есть, такой, типа, остается послевкусие, как вот почему я выцепился за этот сраный персик. Вот ты компот взял, из компота вот эту вот курагу, которая набухла, и превратилась в абрикос. И ты вот ее съедаешь, вот это вот такая водянисто-сладкая, плюс еще немножко она такая рыхлая, вязкая. Вот это вот сама, не начинка, Миш, какое слово-то у этого? Мякоть, вот правильное слово, мякоть. Мякоть вот этого персика, то есть, она в компоте же подпеределалась, естественно. Она была высушена, и после этого она еще была намочена, и в чем-то там обварена, там в сахарном вот этом вот, а-ля сахарном сиропе. И получился компот, грубо говоря. Вот что-то, вот такое вот у меня прям по языку, вот какой-то такой вот осталось послевкусие. Как я долго разжевываю эти вкусы вообще, особенно если что-то такое сложное. То есть, я просто могу 10 минут про один вкус разговаривать. Обзор опять нахрен будет полчаса, 40 минут, не знаю, все. Пробуем последний на сегодня. Но перед этим я хотел бы поблагодарить бренд Legal Formula. Это линейка жидкостей для тугой затяжки, MTL или же подсистемы, или же маломощные устройства, как я это обычно называю. А также сайт GoSmoke. Это сайт-долгожитель, который работает с 2016 года, в принципе, так же, как и я. И еще, ребят, на сайте активирован промокод KRBK, который дает тебе небольшой бонус. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Фруктово-мятная жвачка. Тут на самом деле так и написано. Fruit Mint Gum. Фруктово-мятная жвачка. С ароматом фруктово-мятной жвачки. Попробуем. Напоследок что-нибудь такое мятненькое взял себе. Вот интересно, арбуз это фрукт или ягода? Или это какие-то эти? Потому что я вот сейчас чувствую арбуз. Вот прям я, типа, уверенно, четко чувствую арбузную жвачку. Арбуз с ментольно-мятным таким вот послевкусием. Мне почему-то казалось, что арбуз это ягода. Растет она как ягода. Выглядит, правда, не совсем как ягода, потому что у ягоды, по-моему, нет никакой этой... Оболочки такой вот плотной, которая несъедобная. Это арбуз с мятой, с прохладой, с кулером. Очень свежий, очень летний такой вот вкусец. То есть он прям такой, как вот эти вот арбузные смузи, знаешь, где вот воду даже не добавляют, а вот хватает сока самого арбуза, потому что арбуз состоит на 100% из воды нахрен. Поэтому когда поешь много-много-много арбуза, потом бегаешь всю ночь. Этим летом проходили в курсе. Сладкий, объемный. Вот опять же мята сразу же на уровень выше вытаскивает этот вкусец. Она такая типа... Ну вот представь, что вот жвачка Дабл Минт. Лишний раз ее как бы возьму тебе, покажу в кадр. Хоть бы 5 копеек за это заплатили производители жвачки Дабл Минт. Кто у нас вообще производитель-то ее? Почему все по-казахски? Изготовитель ООО Марс Россия. Господа, денежку, пожалуйста. Вот представь, что вот эта вот жвачка, она еще и арбузная. Вот я уцепился за этот арбуз и все, я его больше не отпущу. Это какая-то вот арбузная жвачка. Не знаю, вот просто вот арбуз-арбуз. Вот я чувствую арбуз, чувствую мяту и как бы прохладу. И все. И больше здесь ничего не чувствую. Опять же, круто сбалансировано, сладко, мягко. Нет переарома, нет переохлаждения, нет переслащения. Так, чтобы я сидел и... Где водич, кстати, я воду даже не принес себе под обзор и без проблем как бы все это дело пробую. Сладко, насыщенно, объемно, мятненько, все в меру. Вот опять же, вот очень хорошо, что пацаны вы добились вот этого вот в меру. Никогда идет вот переаром или когда-то там слишком типа насыщенный такой вот вкус есть, чтобы даже твой несчастный минфит какой-то вкус мог передавать. Нет. Это вот типа для адекватных устройств. Я понимаю, что эти жидкости там скорее всего будут парить ребята на сетке и так далее. Ну типа я вот без проблем сейчас парю это на койле, на классическом МТЛ-ном фьюзе и более чем устраивает. Очень хороший вкус. Нет какого-то перебора, нет переохлаждения. На сетке, наверное, жидкость это будет все-таки чуть послаще. Но вот, сука, сейчас по сладости очень хорошо выведен баланс. Не хотелось бы, чтобы на сетке она стала еще слаще. И за счет этого она бы стала бы такой липко переслащенной, как я это могу назвать. Вот как-то вот так. А так это да. Арбузная жвачка. Не знаю, какая она там фруктовая или никакая. Но типа арбуз это ягода. Все, отстаньте. Все. Перепробую все вкусы, которые хотел от ребят из Russian E-Liquid Laboratory. Это Rel Orange у нас. 0 мг. Покажу тебе, естественно, 5 непопробованных вкусов, которые здесь у нас непопробованы в обзоре. Есть у нас вкусец с виноградом и голубейкой. Здесь написано Grape Strawberry. Почему Strawberry? А клубники идет. Неправильно прочитал. С ароматом винограда и клубники, конечно же, Strawberry. Ребята вообще любят клубнику. Прошлые линейки там клубника чуть ли не в каждом вкусе была. Потому что у них клубника очень вкусная. И за счет этого они как бы вот нашли вкусную клубнику. И давай с ней сделаем максимум просто миксов с клубникой. С ароматом сахарного арбуза. Вот такой вот есть просто отдельно какой-то ватермелон. Следующий это у нас с ароматом лимона. Просто какая-то лимонная история. Лимонненькая. Дальше у нас идет с ароматом спелой садовой клубники. Конечно же, отдельная клубничка. И еще у нас вкусец последний непопробованный. С ароматом клубники, ананаса и кокоса. И по описанию это у нас должен быть клубничная пиноколада. Вот что это должно быть, да. Клубничная пиноколада это должна быть. Ананас, кокос, клубника. Но я говорю, типа, ребята Израил любят клубнику, потому что у них очень хорошая она была всегда. Итак, по самой линейке. Больше всего понравишься, меньше всего понравишься. Вот эта вот история. Очень сложно, опять же, выбирать. Я вот для себя выбрал три вкуса, которые прям вообще, вообще прям зашли. На самом-то деле, как бы все вкусы хороши, но вот типа какие-то лучше, какие-то вот интереснее. Вот опять же, поехали. Единственная, которая была, самый первый вкусец, единственная выпечка. Единственный какой-то десертный вкус, это вот этот вот страфбери донат. Ну, охеренный же вкусец. Также у нас вот вкусец, который вот я бы хотел выделить вот прям на какую-то ступень вот именно моих вот личных вкусов. Это вот что-то такое вот хвойное, анисовое, ягодное, какое-то вот такое травянисто-лесное, как какой-то такой травяной в чай, но в то же время это какой-то такой больничный сироп, это корень солодки, доктор Мон, как-то вот так. Ну, то есть он очень разноплановый, очень крутой вот этот вот вкусец, который Forest Herbs, which berries, вот так он называется. И вкусец, естественно, который я не могу обойти стороной, это арабские вот эти вот специи, какие-то там фрукты и так далее. То есть что-то такое вот персиково-абрикосовое, коричное, какое-то вот такое сливочное, что-то необычное. Вот эти вот три вкуса прям вот, вот насколько они разные, Мондец. Один такой типа, привет, я клубничный пончик, тут херак, какая-то вот хвойные ягоды, анисовые, такие вот типа вязкие, сиропные. Потом, хоп, сливочно-коричный, какой-то такой персиково-рыхло-компотный, такой вот вязко-пюреобразный какой-то вкусец. То есть вот настолько они разные. Я не буду говорить, какой из них там больше понравился. По душе мне вот самый по душе вкус, это который вот типа с лесными ягодами. Но я прекрасно знаю, что типа многие не фанаты такого, и для них вот какой-нибудь клубничный пончик будет просто идеально. Люди не хотят, понимаешь, заморачиваться. Людям не нравятся разнообразные вкусы. Я это знаю как человек, который разрабатывал до хера вкусов, который делал разные линейки. И я видел, как вот то, что мне очень нравилось в линейке, просто проваливалось нахрен в продажах, и эти вкусы потом вообще больше они не делали. Всякие вот эти вот там какие-то ореховые десерты, какие-то вот табачки карамельные, там что-то с кунжутом, хер пойми, это все шло по пизде, по-другому я назвать не могу. А мне казалось, что это лучшие вообще вкусы, которые есть вот в том, что я сделал. Нет, нахрен, там в топе клубника с киви нахрен. Гранат с этой, с вишней, вот такая вот просто за счастье вообще залетает идеально. Вот такие и буду теперь вкусы делать. Куда-то меня не туда понесло, сорян. А, напомнить тебе нужно обязательно вот этот вот момент, то, что естественно это у нас нулевки. И теперь, если ты в силу своих каких-то религиозных никотиновых убеждений не мог попробовать тот или иной вкус, потому что это вонючая солевуха, вот, пожалуйста, нулевка. Можешь попробовать теперь наконец-то рел, потому что это нулевка. Захочешь, пропаришь просто нулевки, захочешь, бустанешь своим любимым щелочным и будешь кайфовать, я не знаю. Может быть, наконец-то поймешь, что такое, типа, объемные, плотные, сладкие, вот такие вот, которые не на грани с переаромом, ядовитые вкусы или которые супер переохлажденные так, что там из-за кулера вообще ничего не чувствуется, а в балансе, как жидкости делают, пацаны, вот что-то вот такое. Это очень классный левелап. Я понимаю то, что законы нас все будут больше и больше душить и поджимать, и, скорее всего, в дальнейшем будущем у меня на обзоре все больше и больше будет появляться 10 мл, сразу же которые будут идти там с никотином, скорее всего, солевым, или же 0 мг, то есть это будут там какие-нибудь 30-ки или же 60-ки нулевки, которые ты будешь просто бустить тем, чем хочешь. Это отлично, у тебя просто будет выбор и все. Но опять же потом начнется вонь, что вот я жидкость попробовал, она такая вкусная, я залил туда бустер, вкус испортился, это мы все проходили, сука, в 2017 году, хорош уже. Уже прошло с этого момента 6 лет, хватит, пожалуйста, остановитесь. 2017-2018 год, все вот эти вот бустеры, шмустеры и прочая вот эта вот чепуха. Опять меня не туда понесло, опять ругаюсь. Надо, короче, заканчивать это видео, иначе оно не закончится никогда. Я хотел бы сказать огромное спасибо ребятам из компании Russian E-Liquid Laboratory, конечно же, за предоставленные жидкости мне на обзор, огромное спасибо. И большое спасибо за поддержку моего канала. Я рад, ребята, что вы продолжаете расти, развиваться, наращивайте, пожалуйста, мощности. Потому что в цельких вейп-шопах я не был, мы там разговаривали, что-то заходил разговор про REL, и все плевались и ругались только из-за того, что ваши жидкости невозможно найти, потому что их нет в наличии. Я прекрасно понимаю, что вы работаете на износ, вы херачите там по 3 смены, по 4 смены на своем маленьком заводе, стройте больше помещения, снимайте больше помещения, нанимайте больше штата, чтобы спрос как-то сравнялся все-таки с предложением. Потому что спрос на ваши жидкости очень велик, а предложение немножко не успевает. Из-за этого как бы основной негатив на вашу компанию, как мне кажется, и происходит. Все хотят, но нечего. Вот так вот. Тебя, друг, конечно же, как всегда, прошу подписаться на мой Телеграм-канал, который называется Миша Коробка, в нем также выходят мои видео-обзоры, еще там есть ламповый чат для отдельного общения, еще я там записываю кружочки. Маленькие круглые видео по одной минутке, данными видосами я привношу в Телеграм свою какую-то личную мне обзорную жизнь. Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на Телегу. И все инсайды, и все новости, и все самое-самое вот свежее, все происходит там, в первую очередь. Вот ты, наверное, не знал то, что у меня вышло новое, новые три вкуса, мы сделали хаски-мишки, новые три вкуса. А в Телеге уже все знают про это давным-давно. Такие вот дела. Ну, конечно же, в данном видео надо сказать про какие-то мои продукты, наверное. Я еще не поменял. Надо будет поменять потом, чуть попозже. Короче, это мои одноразовые системы, которые мы вместе разработали с ребятами из компании Pride. Больше я пока ни с одной компанией одноразки не делал, хотя у нас наметки были, но что-то как-то дальше все это дело не пошло, поэтому пока что у меня есть только вот такие. Это на полторы тысячи затяжек вот такие вот палочки, и вот такие вот долгоиграющие с разъемом для зарядки по Type-C, такие вот коробочки. Палочки и коробочки, которые мы сделали вместе с ребятами из компании Pride. Ну и теперь, если это точно все, да, давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Ну, если вдруг мы с тобой давным-давно знакомы, и ты все это прекрасно знаешь, то просто-напросто пока. Ну и, естественно, 1 сентября. С днем знаний тебя, конечно же. Надеюсь, ты же сегодня что-нибудь новенькое и интересное узнал. Ну и как же без этого? Погнали! Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.